Привет! Это канал I Like Pet и в этом ролике мы расскажем вам об особенностях дрессировки охотничьих пород собак. Представители охотничьих пород уже давно перестали быть просто отличными помощниками на охоте. Сегодня они настоящие члены семьи и преданные друзья. Однако, сильный охотничий инстинкт и хорошие охотничьи навыки не перестали оказывать влияние на поведение и характер представителей этой группы. Особенно важно их учитывать при дрессировке. Как воспитывать представителей охотничьей породы? На что нужно обращать особое внимание? Давайте подробнее рассмотрим основные особенности дрессировки охотничьих пород собак. Дрессировка охотничьих пород собак делится на общую и специальную. Во время общей дрессировки собаку учат основным командам, приучают к личке, ошейнику, наморднику и поводку. В процессе общего воспитания охотничья собака усваивает основные правила жизни в доме. Например, подходить к хозяину по первому же зову и спокойно общаться с домашними животными, не воспринимая их с добычу. Только после общей дрессировки можно приступать к специальной, направленной на развитие охотничьих качеств у животного. То, какой будет специальная дрессировка, зависит от вида охоты, для которого собака выводилась. Так, к примеру, гонщик учит находить зверя по запаху и с лаем преследовать его, а борзых гонять зверя под контролем зрения и без лая. Норвных собак, таких как таксы, дрессируют на специальных притравочных станциях, а подружейных собак обучают искать птицу, двигаясь челноком. Дрессировка любой охотничьей породы требует терпения и времени. Как правило, собаки этой группы нередко проявляют свой упрямый и независимый характер во время тренировок, из-за чего по слушанию они обучаются медленнее, чем, к примеру, служебные породы собак. Чтобы дрессировка проходила как можно плодотворнее, лающий друг должен признавать в хозяине безоговорочного лидера. Этому щенка нужно учить с первых дней его появления в доме. Работа с охотничьими породами собак не останавливается на воспитании. Даже выдрессировав лающего друга к определенному возрасту, хозяин должен ежедневно обеспечивать своей собаке умственные и физические нагрузки. Если допустить серьезный перерыв в тренировках, собака может начать хуже слушаться и выполнять команды. А из-за недостатка физических нагрузок, охотничьи породы и вовсе способны впасть в настоящую депрессию. Итак, мы перечислили основные особенности дрессировки охотничьих пород собак. Помните о них, если у вас представитель данной группы. И пусть ваш охотничий лающий друг всегда проявляет только самые лучшие качества своего характера. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok